Сегодня мы продолжаем нашу серию проповедей, дорогие друзья. Мы говорим о том, что значит быть верным домостроителем Божьим. Мы эту серию начали уже некоторое время назад. Мы продолжаем на эту серию проповедовать. И напоминаю, что ключевой стих – это первое послание Коринфянам, 4 глава, 2 стих, где написано, что о домостроителе же требуется, чтобы каждый оказался верным. И мы понимаем, что быть верным домостроителем – это значит верно управлять, верно строить, верно распоряжаться всем тем, что Господь доверил нам, всем тем, что Господь нам дал. И мы говорили в прошлых неделях о том, как быть верным домостроителем в семье. В супружеской жизни, в браке своем, как быть верным в разных возрастах своей жизни, когда ты молодой, совершеннолетний или уже более в таком преклонном возрасте, как быть верным Господу, как правильно устроять свою жизнь. А вообще-то это относится ко всем аспектам нашей жизни, и в будущих неделях мы затронем, что значит быть верным Господу в наших способностях, в нашем времени, в наших дарах, во всем том, что Господь нам даровал. Сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить о том, как уже было сказано, что значит быть верным в управлении своими финансами. Я понимаю, что тема эта, она возбуждает в разных людях разные чувства. Кому-то становится неловко, неудобно, кто-то с радостью слушает, и кто-то, может быть, даже говорит, ну зачем на эту тему вообще проповедовать? Почему касаться финансов? Почему говорить о материальном, на служении, в проповеди? Лучше говорить и только о духовном. На самом деле, дорогие друзья, знаете, это все взаимосвязано в жизни нашей, и материальная, и духовная наша жизнь. И также часто то, как мы управляем своими средствами, нашими материальными благами в жизни, это напрямую отражает, насколько мы доверяем Господу. Это отражает наше состояние сердца, нашу преданность Богу, и также вот насколько мы желаем служить Ему. И действительно, в Библии даже очень много говорится о финансах. Вот некоторые люди прочитали или посчитали, и нашли, что из 38 притч Иисуса Христа, 16 из них посвящены тому, чтобы говорить о деньгах, об имуществе и как правильно распоряжаться этим. Также в Библии мы читаем или находим больше 400 стихов о вере. Отгадайте, сколько стихов о финансах или о материальной жизни? Полторы? Более двух тысяч, оказывается, стихов. Почему? Потому что Господу очень важно научить нас, как в жизни правильно поступать с тем, что Господь нам доверил. И сегодня мы поговорим о том, почему это на самом деле является проявлением нашего доверия Господу и нашего посвящения Ему. И вначале я желаю предложить для нашего общего рассуждения эту притчу, которую мы читаем в Евангелии от Матфея, 25 главе. Давайте наши Библии откроем. У кого они есть, у кого их нет, пожалуйста, приносите. Можете сегодня удобно читать на экране. Это притча о талантах, дорогие друзья. Мы будем читать со стиха 14 Евангелия от Матфея, 25 глава. Иисус говорит слова следующие. Он говорит это о Господе. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел, закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел так же и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему тоже, тоже те же самые слова, которые сказал и первому слуге или рабу. Далее мы читаем, что подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый, раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Аминь. Вот до этого места. А притча о талантах. Опять, по-разному люди воспринимают, по-разному, может быть, некоторые ее интерпретируют, понимают. Но давайте начнем с того, о чем говорится, когда мы читаем о талантах. Что это такое эти таланты, о которых читаем и здесь? Это определенная мера золота или серебра, дорогие друзья. И давайте просто для удобства представим, что это мешок денег, монет, которые господин дал. Одному дал один мешок, другому два, другому пять. И господин этот ожидал, что они будут разумно распоряжаться тем, что он им доверил, что они употреблят как-то эти таланты мудро, благоразумно на них приобретут еще больше денег. И настал день, когда он попросил отчета, и вот мы прочитали, каким этот отчет был. Были два раба, которые были верны в этом, а один, который верный не был. И мы понимаем сегодня, дорогие друзья, что в переносном смысле, вот как уже интерпретируют это местописание и теологи, и богословы последние две тысячи лет, здесь идет речь не просто о деньгах, не просто о материальном благословении, которое мы имеем в жизни, но эти таланты, это значит все те благословения, которые мы получаем от Господа. То есть и время наше, и здоровье наше, и способности, все наши дары даже, да, интеллект наш, знания наши, ну, также и деньги, да, то имение, то материальное, все, что мы имеем, это все Господь дал нам, эти блага от Господа, как мы пели сегодня в одном из псалмов, в котором прославляли Бога, Господь нам доверил эти благословения, Он дал их нам, и Он ожидает, теперь наблюдает за нами, как мы будем распоряжаться ими. Будем ли мы употреблять все то, что Господь дал, для того, чтобы Господа прославить, чтобы Ему послужить, чтобы послужить людям, которые нуждаются? Будем ли мы благоразумными в управлении этих финансов, которые Господь нам доверил? Или все-таки будем мы их как-то тратить только на себя? И подобно этому рабу, закопаем это все на этой земле, употребим только для себя, а сокровища на небесах никакого не соберем для себя, через то, что мы не служили Господу. И это ответственность наша сегодня, дорогие друзья. И, конечно, в сегодняшней проповеди мы не будем говорить о всех тех вещах, которые представляют эти таланты, мы будем говорить, опять-таки, конкретно о финансах, дорогие друзья. Итак, что значит все-таки быть верным в том, что Господь доверил нам, что Господь нам дал? Что значит верно управлять теми финансами, материальными благословениями, которые мы получили от Господа? И первый урок, который мы находим в Писании, это как раз то, что мы должны помнить, что мы это получили от Господа. И все, что мы имеем, все наши принадлежности, все благословения, все финансы, это все принадлежит Господу, дорогие друзья, а не нам оно принадлежит. Кто-то, может быть, смутится, скажет, ну а как это так? Это же я своими руками работал, время тратил, силы тратил, заработал эти деньги. Это же мне все-таки принадлежит. Но скажу, дорогой друг, а кто дал тебе руки, которыми работал ты? Кто дал тебе ноги, на которых ты ходишь? Кто дал тебе разум, чтобы понимать, как делать работу свою? Кто дал тебе способности, возможности, может быть, людей расположил тебе, чтобы тебе работу дали? Это все от Господа, особенно если мы человек верующий, мы понимаем и все получаем от Господа. Господь это дал, и Господь может это все отнять. Я могу проснуться завтра утром и не буду двигаться ни ноги, ни руки. Я могу завтра утром вообще не проснуться, потому что все, что я имею дыхание, мое от Господа, и все, что зарабатываю я этим телом, которое Господь мне дал, это все принадлежит Богу, дорогие друзья. Вот мы только что пели о том, что Господь для нас отдал свою жизнь полностью. Он все отдал для того, чтобы мы имели спасение. Он пожертвовал самим собой, своей жизнью. И поэтому, когда мы говорим, что что-то принадлежит нам, ничего нам не принадлежит. И ничего мы не можем Богу отдать, чтобы заплатить за то, что Он дал нам, дорогие друзья. Мы должны Господу абсолютно всем, всем имением нашим. Это очень важная первая мысль, которую мы должны помнить. Это истина, что все, что я имею, оно принадлежит Господу, дорогие друзья. И потом второй вопрос возникает. Ну, как теперь правильно мне распоряжаться этим, чтобы поступать по Слову Божьему? И одна истина, которая очень важная, которая является первая в том, как мы правильно должны распоряжаться нашими средствами, это то, что я должен, во-первых, отдавать часть Господу Богу моему. Я должен жертвовать Господу Богу моему. Это тоже является проявлением моего поклонения Господу. Через это я проявляю свое доверие Господу, мою преданность Ему, когда я беру часть того, что Господь мне уже дал, и возвращаю это Ему. Через это я тоже проявляю свою верность моему Богу. И вопрос, который возникает, это, ну, а сколько все-таки должен я давать? Знаете, в Новом Завете нигде не указана цифра, ясно, но указано то, что Господь ожидает от нас, что мы даем Ему, насколько мы можем. То есть, насколько, возможно, больше я могу Господу пожертвовать, и Господь побуждает меня жертвовать, это должен я давать Ему. И принцип есть библейский. Вот, люди, если уже вы хотите какую-то цифру, братья и сестры, да, вот, ну, все-таки скажи нам точно, сколько нам жертвовать? Хотя не указано в Новом Завете конкретное повеление или цифра, но проследуя все Писание, мы находим, что есть определенный библейский принцип о том, что мы как минимум должны давать 10% того, что мы получаем, а давать это Богу. Это принцип десятины. Я понимаю, что это слово, десятина, вот, как только говорю, смотрю, пол церкви и лица вниз упали. Может быть, не так, но это... Оно вызывает разные реакции у людей почему-то сегодня, да? Для кого-то это очень неудобная истина, камень, предотновение какое-то, да? Кто-то не может никак это проглотить, для кого-то это просто трудно с этим смириться, возникает сочувство протеста. Но я желаю, чтобы мы просто сейчас вот так вот спокойно проследили Писание и увидели, что это библейский принцип именно потому, что многие мужи Божьи, святые человеки Божьи этот принцип соблюдали в жизни своей, и Господь благословлял их. Давайте мы прочитаем некоторые эти места. Начинаем с книги Бытие. Вот с самого начала еще не было закона Моисеева никакого, никто никого не принуждал 10% или сколько-то давать. И мы видим, что Авраам однажды, он пошел освобождать Лота, племянника своего, потому что была армия, которая захватила город, тело отжил, похитили все, ушли и взяли Лота в плен. И вот Авраам узнает об этом, берет с собой мужа и сильных, погнался за ними, и Господь сделал чудо, он одержал победу над этими царями, вернул все похищенное, освободил Лота. И он, когда вернулся с этой победы, написано, Мелхиседек, это Бытие, 14 глава, 18 стих, Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Но опять Авраама никто не принуждал, никто не заставлял, закона еще никакого не было, он просто получил это побуждение, будучи человеком, который верный Господу. Это был акт благоговения пред Богом, благодарности Бога, поклонения Богу, он дает ему десятую часть того, что имеет. Это был добровольный, опять-таки, акт щедрости Марьяна, то есть это Авраама, который сделал это для того, чтобы показать свою любовь к Господу Богу своему. Потом мы находим еще в книге Бытие, в 28 главе, это уже два поколения спустя, это уже внук Авраама, Иаков, однажды убегает от своего брата, он от Исава, и мы видим, что когда он уже находится там, в этом пустынном месте, убегает от него, он устал, ложится на камень, подушка такая была у него, камень, и вот лег, заснул, и во сне видит это видение, которое Господь ему открывает, лестница от земли до неба, ангелы спускаются, поднимаются, и Господь ему говорит, я тебя благословлю, я благословлю потомство твое, то благословение, которое обещал Аврааму, я дам тебе. И вот просыпается Иаков от этого сна, понимает, что это место, где он находится, оно святое, и он делает обед Господу и говорит, Господь, из всего, что ты, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Опять, нет никакого закона, нет никакого правила, человек вот просто понимает, что это справедливо, это правильно, дать Господу эту часть. И потом проходит время, мы знаем уже, в книге Леви, читаем, 27 глава, когда Господь устанавливает закон через Моисея в Израиле, в народе своем, Он говорит, что это теперь будет заповедь. И всякая десятина, это Леви 27, 30, всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева, принадлежит Господу, это святыня Господня. То есть, Господь научает свой народ жертвовать ему. Дорогие друзья, это из-за того, что Господь нуждается в деньгах. Он не нуждается в них. Он даже говорит через пророка, говорит, все вот это, что на полях бегает, все вот это золото, все богатство мира, это все мне все равно принадлежит. Я не нуждаюсь в ваших деньгах. Я желаю видеть сердце, преданное мне, посвященное мне. Он научал народ израильский быть верными ему, доверять Господу. И мы знаем, что это также было и в поддержку народа израильского. И когда израильтяне перестали жертвовать или давать эти десятину, мы читаем это пророкам Аллахии, 3 глава, тогда Господь, Он не благословлял их. О ней у них было бедствия. Он говорит им, 10 стих, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Говорит, сделайте эксперимент. Вот вы мне не жертвовали, не давали, было плохо. Вот попробуйте, вот дайте ваши десятины, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка. Я вас тогда благословлю. Опять, я не говорю, что этот закон Моисеев сегодня в действии, дорогие друзья, я говорю, что Библия открывает нам, что есть принцип, по которому поступали многие человеки Божьи и которому призывал Господь свой народ. И этот принцип, он продолжается, мы видим, он не останавливается полностью, даже в Новом Завете, потому что, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 23 главу, 23 стих, Иисус Христос обращается к книжникам, фарисеям, он говорит слова следующие, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе, это суд, милость и веру». Говорит, это надлежало делать и того не оставлять. То есть, Иисус Христос говорит, да, надо, самое главное, соблюдать эти важнейшие вещи в законе, заповеди в законе, но также не оставляя десятины, он одобряет эту практику, чтобы десятую часть отдавать Господу. Он не говорит, что это плохо или неправильно. И больше этого мы читаем потом Евангелие от Матфея, 5 глава, дорогие друзья, 20 стих, Иисус говорит нам в своей Нагорной проповеди, это уже к нам обращается Иисус Христос, и говорит, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Он призывает нас потом в этой Нагорной проповеди еще к большей святости, чем призывал нас закон Моисеев. Мы замечаем это, мы видим, Иисус говорит, «Вот в законе Моисеев вам было написано «Не убивайте», а я говорю вам, даже ненавидеть брата своего или злословить его нельзя, это уже грех». В законе было написано «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, даже на женщину с вожделением смотреть нельзя, это грех. В законе было написано «Люби ближнего своего, ненавидь врага своего». А я говорю вам, говорит Иисус Христос, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». То есть Иисус призывает нас к большей святости, к высшей ступени праведности, чем призывал на закон Моисеев. И если мы идем по этой логике, дорогие друзья, когда опять-таки вопрос задаем, «А сколько я должен жертвовать Господу?» Да, это правда, в Новом Завете конкретная цифра не указана. Это правда, что закон Моисеев не имеет больше над нами власти. Но также правда то, что если мы соблюдаем то, чему учит нас Иисус Христос, чтобы мы стремились к большей святости, чем призывал нас закон Моисеев, если мы поступаем по принципу, по которому поступали человеки Божьи, независимо от закона в Библии, от самой книги Бытия до Нового Завета, то, я думаю, это правильно, это справедливо жертвовать Господу как минимум 10% того, что Он дает нам и да благословит нас Господь в этом. Почему? Потому что мы желаем, чтобы и в церкви нашей все мы имели благословение от Господа. И когда мы говорим о том, как правильно управлять нашими финансами, братья и сестры, это уже на опыте проверено. Люди, которые жертвуют Господу, на самом деле они не видят нужды, они испытывают эти благословения свыше. Люди, которые удерживают свою лепту от Господа, думают, ну мне надо как-то на себя сейчас больше потратить, а когда будет избыток, тогда пожертвую Господу. К сожалению, этого избытка никогда и не бывает потом. Поэтому, да благословит нас Господь быть в этом верными. Опять-таки, Писание не приказывает нам в Новом Завете конкретно, сколько процентов мы должны жертвовать, но оно призывает нас быть щедрыми, дорогие друзья, и чтобы щедрость наша, она была действительно такой, которая превосходит той щедрости, которую имели однажды книжники и фарисеи. Вот мы читаем еще один стих, второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих, это ключевой стих сегодня, кстати, давайте прочитаем его вместе. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет чедро, то чедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». То есть, здесь апостол Павел говорит, что Господь желает, чтобы мы родовали не по принуждению, потому что закона заставляет, но от сердца, по своему собственному желанию, можно сказать, по своей свободной воле, потому что именно такую щедрость любит Господь. Тут не указана цифра, но опять-таки мы понимаем, что чем более мы являемся щедрыми в глазах Божьих, чем больше мы жертвуем для Бога, тем больше благословения получаем мы. И говорит опять апостол Павел, что доброходно дающего любит Бог. То есть, не тот, который говорит, ну ладно, берите вашу десятину, ладно уже, бери деньги, помогу, чтобы больше не просил, у таких пожертвования Господу не нужны, говорит, доброходно дающего любит Бог. В английской Библии там сказано даже тот, который дает с радостью, который рад расстаться, может быть, с имением своим в какой-то мере, чтобы помочь ближнему своему, чтобы пожертвовать на служение Господу. Вот к этому призывает нас Господь, чтобы эти пожертвования, они были от сердца, они были добровольными, тогда Господь одобряет их. И больше этого мы читаем стих 8, Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Понимаете, братья и сестры, тут говорит апостол Павел, если вы будете сеять чедро, жертвовать Господу щедро, Господь, Он не оставит вас в нужде, Он о вас позаботится. Больше этого, Он еще больше благословит вас. Для какой цели? Не для того, чтобы вам лучше стало, удобнее вы жили, а чтобы вы могли еще больше жертвовать для Господа. Вот с той целью Господь благословит. Это не значит, что мы будем миллионерами, этого Господь не обещает, что мы будем особенно богатыми, но Господь говорит здесь, что если мы щедро жертвуем от сердца, доброходно жертвуем для славы Его, Господь позаботится о нас, что мы не будем иметь ни в чем нужды, и Он благословит нас еще больше, доверит нам больше, чтобы мы могли еще больше служить Ему, да благословит нас Господь, опять это помнить, потому что это тоже является очень важный урок, по которому мы должны жить, и по которому мы верно должны управлять финансами своими. И финансы, которые мы жертвуем Господу, дорогие друзья, куда они идут? Для чего мы жертвуем Богу конкретно? Мы читаем первое послание Коринфянам, 16 глава, это с первого стиха, апостол Павел говорит, при сборе же для святых поступайте так, как я установил, в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. И потом апостол Павел говорит, я эти средства, которые вы пожертвовали, передам церковь в Иерусалимскую, где святые, там имеют нужду. То есть принцип какой, что мы жертвуем, чтобы помогать другим святым, другим нашим братьям, сестрам, другим церквам и также поддерживать нашу церковь в служении, чтобы участвовать в этих нуждах святых. Мы также читаем, что средства, которые мы жертвуем Господу, они идут на поддержку служителей. Это первое послание Коринфянам, 9 глава, 14 стих. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. То есть это нормально и правильно, когда тех, которые посвятили свою жизнь служению Господу, служению церкви, церковь, она жертвует средства, чтобы поддерживать их, чтобы они были освобождены от работы, дабы они могли еще лучше служить для церкви, беседовать с людьми, проводить встречи с людьми, проповедовать более эффективно, учить народ Божий. Это благословение для церкви. Это тоже является одна цель, почему мы жертвуем средства в церковь и Господу. И также мы жертвуем для того, чтобы помогать людям, которые находятся в нужде. Это милостыня, которую мы читаем на горной проповеди. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. Иисус говорит, «Тогда скажет царь тем, тут и речь идет, о Господе, о суде, которые по правую сторону Его, придите, благословенные отца моего, наследуйте и царство, уготованное вам от создания мира. И балкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. И царь скажет им в ответ, «Истина, говорю вам». Это сороковой стих. «Так как вы сделали это одному из их братьев моих меньших, то сделали мне». Это Господь говорит, что не только своими деньгами, своим имением, но всем, что мы имеем. Если видим человека, который нуждается в одежде, мы можем помочь такому человеку, мы помогаем ему. Если видим, что есть человек, который голодный, мы стараемся помочь, чтобы накормить его. Если видим, кто-то нуждается в ночлеге, я уверен, что есть многие из нас, особенно те, которые живут в Америке, которые Господь обильно благословил, мы имеем дом, мы имеем место, где мы можем кого-то принять, предоставить им ночлег. Этим тоже мы служим Господу, дорогие друзья. У всех есть машины, наверное, не одна, с кондиционерами уже. То есть у нас есть удобства, которых лишены многие люди в мире, и мы благословены ими. И хорошо, когда мы пользуемся этим, чтобы Господу послужить. Бывает кого-то подвезти, где-то участвовать в служении. Это тоже является правильное управление этими материальными благами, которыми Господь благословил нас. Это поможет нам Господь в этом быть верными, дорогие друзья, чтобы мы щедро жертвовали для Господа. Итак, это первые уроки в том, как правильно управлять финансами. Отдавайте часть Господу. Оно Ему принадлежит все равно. Все, что я имею от Бога, я беру часть, я даю Ему. Это акт моего поклонения, акт моей преданности, моей любви к Богу. И как мы говорим хорошо, когда мы по принципу библейскому отдаем как минимум 10% своего дохода. Это хороший принцип, по которому мы живем, как христиане. Если можем дать больше, еще лучше, когда даем больше, как призывает нас Господь. Потому что Иисус Христо сам одобрил однажды вдову, которая отдала две лепты, но это было все имение ее. А Иисус ее одобрил. Мы видим, когда была Первая Иерусалимская Церковь, когда присоединялись новые христиане, ученики, они давали не 10%, не 20%. А что, дорогие друзья? Все отдавали. Опять никто их не принуждал, не заставлял. Это был акт преданности Господу. Писание не заставляет нас это делать. Но чем больше мы жертвуем Господу, тем лучше, дорогие друзья. Конечно, потому что можем мы, как располагает Господь, да благословит нас Господь, быть в этом верными. Ну а теперь пару практических таких моментов, потому что в церкви люди задают вопросы, и это хорошо, когда мы как пасторы вот на проповеди отвечаем на них. Как насчет налогов? Вот я не знал, что это такой вопрос, насущный среди наших братьев. Чему же все-таки учит Писание, касаясь налогов? Вот однажды фарисеи подошли к Иисусу Христу, задали Ему подобный вопрос, говорят, «А кому нам платить? Богу в храм или кесарю?» А Иисус Муда отвечает, говорит, «Кого изображение на этой монете?» Они говорят, «Кесарева». Это, «Кута давайте кесарева кесарю, а Божье – Богу». И Господу платите десятину, пожертвования, и кесарю платите налоги. Вот так вот правильно. Послание к Римлянам, 13 глава, с 1 стиха, мы читаем, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божьей установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». 7 стих, «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать». Подать – это такс, это налоги. Кому оброк, тому оброк, кому страх, страх, кому честь – честь. То есть мы призваны к тому, чтобы жить мирно в этом государстве, в котором поселил нас Господь. Если есть законы против Библии, мы их не соблюдаем. А есть законы, которые не противоречат Библии, а налоги не противоречат Библии, мы платим, потому что к этому призывает нас Писание. Почему это важно, дорогие друзья? Это важно, потому что, я знаю, что бывает, люди питают такую иллюзию, что я могу удерживать налоги от государства и все равно как бы быть праведным в этом. Это неправда, дорогие друзья. Если я это делаю легальным путем, вот нахожу какие-то легальные пути, чтобы не платить там больше, а платить меньше – это не грех. Это мудрость в управлении своими финансами. Но если я нелегальным путем это делаю, противозаконно, то это грех. И Господь не благословит. Эти деньги не принесут тебе счастья. Поэтому давайте будем мудрыми и благоразумными. Это ответ на вопрос о налогах. Другие спрашивают, ну а вот что делать с тем, что остается? Вот я отдал Господу десятую часть или больше, я заплатил все налоги, но то, что осталось теперь, это для моего использования. Как вот правильно вот этим распоряжаться? И знаете, дорогие друзья, первое, что мы должны знать, что за это все, что остается, мы тоже дадим отчет за то, что осталось для нас, как мы правильно употребляли это. Почему? Потому что даже то, что мы имеем для своей жизни, это тоже принадлежит Господу. И для того, чтобы правильно распоряжаться этим, мы должны ставить правильно приоритеты. То есть, естественно, Господь должен быть на первом месте, Он должен управлять моим бюджетом. Во-первых, мы призваны к тому, чтобы обеспечить свою семью, своих родных всем необходимым. Написано, первое послание Тимофея, пятая глава, восьмой стих, «Если кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного». То есть, мы должны заботиться о всех необходимых нуждах нашей семьи. Это первое. Мы должны избегать долгов, дорогие друзья, которые обременяют нас, которые человек не может выплатить. Писание учит нас, не будьте должны никому ничем. Это принцип библейский. И особенно вот эти кредитные карточки, избегайте их, дорогие друзья. Это то, чего вы не желаете в жизни своей, чтобы быть обремененными ими. Также это мудрая благоразумность берегать деньги на день, когда они понадобятся вам. Может быть, пожертвовать кому-то, или будет нужда. Может быть, настанет какое-то бедствие, или будет какая-то болезнь. В притче 30 глава, 25 стих, мы читаем, что даже муравьи, это создание Божье, написано, народ не сильный, но летом заготовляет пищу свою, чтобы потом зимой было чем питаться. А вот тем более мы, человеки, должны иметь мудрость, как это делать тоже. Это тоже учение Писания в том, как правильно управлять имением своим. Еще один принцип библейский – это жить посредством, дорогие друзья. То есть не искать того, чтобы жить вне своих средств. Вот я зарабатываю 100, а трачу 105. Это неразумно. Надо быть рассудительными. И самое главное – это не подавайтесь в ловушку материализма, дорогие друзья, и не поклоняйтесь, я смеюсь это сказать, богатству. Это тоже болезнь сегодня, особенно в западном мире. Об этом предупреждает нас Господь. Вот часто мы читаем Писание, и мы как-то, может быть, ну как христиане смеемся там, если так можно грубо сказать, думаем, что за люди безумные, бестолковые там истуканом поклонялись, поклонялись, да, неживым, думали, что это боги. Но сами не понимая того, мы тоже поклоняемся идолу, который называется богатство. Дьявол знает сегодня, что он не может убедить христиан поклоняться истукану, но он увлекает их другим идолом, который называется богатство. Иисус Христос предупреждает нас о том, что мы не можем служить двум господам. Вы не можете служить и Богу, и богатству. И сегодня, дорогие друзья, очень много христиан увлекаются этим. Мы читаем Евангелие, извините, первое послание Тимофею, шестая глава, шестой стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, то есть все необходимое для жизни, будем, что, дорогие друзья, довольны тем. Этого достаточно для того, чтобы быть довольным. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. И вот действительно, когда мы смотрим на мир сегодня, дорогие друзья, очень много людей, смотрю, охвачены этим материализмом. Уже недостаточно просто иметь дом, а надо иметь побольше дом. Недостаточно того, чтобы в доме была просто мебель, а надо, чтобы она была мебель ручную, сделанная с правильного дерева. Почему? Потому что такая у соседа, отставать нельзя. Недостаточно иметь машину, надо иметь три, надо иметь лодку, а если лодку имеешь, надо и прицеп, и трак иметь тоже, место, где ее хранить. Недостаточно одеваться в том пиджаке, который одеваю я уже 10 лет, надо что-то получше взять. Недостаточно того, чтобы прическа была та, которую за 10 долларов получаешь, надо за 100. И знаете, этот как раз тот материализм, который является ловушкой, в которую упали многие сегодня даже христиане. Это одно, когда ты отдал все Господу, пожертвовал, и больше десятины, когда ты всем нуждающимся, которым смог, помог, когда имеешь все необходимое для жизни, когда все налоги заплатил, и тебе остается что-то, и ты можешь что-то себе позволить. И совесть твоя за это не осуждает. Но когда я удерживаю от Господа что-то, когда я просто ищу того, чтобы делать это от гордости, чтобы угодить своей плоти, своей моча, тогда это грех, дорогие друзья. Это уже есть поклонение богатству. И благословит и сохранит нас Господь от этого. Когда богатство становится настолько важным для меня, что я работаю день и ночь, трачу свою энергию, свои силы, свое время на него, но не хватает времени, чтобы Господу служить, это тоже становится идолом моей жизни. И да сохранит нас Господь от этого. Потому что Писание учит, что имея пропитание, имея одежду, все необходимое, мы должны быть довольны этим, искать, как мы можем служить Господу. Это и есть верное управление управление тех финансов, в которые Господь верил нам. И поверьте, Господь всегда больше доверяет тем, которые верны Ему. Хочу закончить тем, что сказать об одном пастыре, не буду называть его имя, думаю, он не ищет себе славы в этом, но он свидетельствует о своей жизни, уже после 30 лет, как он это практиковал, говорит, однажды с женой они приняли решение давать Господу больше каждый год. Начали с 10%, потом 11%, потом 12%, потом 12,5%. И говорит, были годы очень трудные, когда очень трудно было это делать, но они были верные. И настал день, когда Господь дал ему мудрость написать книгу или две, он заработал большие деньги. И он продолжал быть верным, быть верным, и уже отдает более 90% того, что получает, а живет на том, что остается. Люди подходят к нему и спрашивают, а почему Бог тебе дал эту мудрость, написать эту книгу, которая продала столько копии? И он как бы, ну, полушутя говорит, наверное, потому что Бог знал, что Он может доверить мне эти деньги, которые я заработаю на ней. Он знал, что я был верен малым, я буду правильно, наверное, управлять этими деньгами тоже. Я думаю, в этом есть правда, дорогие друзья, потому что действительно, кто будет верен в малом, говорит Господь, тому Господь доверит больше. Это не значит, что я стану богатейшим, вот на этой земле, что я буду иметь все, но это значит, что Господь благословит меня так, что я не буду иметь ни в чем нужду, что я буду довольным, что я буду благочестивым, я буду иметь время для служения, для своей семьи, для работы, и Господь благословит меня сокровищем, если не на этой земле, тогда в жизни вечной. Это то, что мы знаем, и то, что мы видим, то, что обещает написание. Поэтому да благословит нас Господь, дорогие друзья, чтобы мы были верны в том, что Господь доверил нам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok